Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И я как-то на ютубе пересмотрела свое видео о лобазнике визолистном. И немного расстроилась, потому что, в общем-то, это мое любимое растение. И оно сейчас нужно как никогда. И, в общем-то, почему-то рассказано о нем мало. На самом деле, о лобазнике визолистном можно рассказывать часами. И как выглядит лобазник визолистный в природе, вы можете посмотреть в том видео. А сейчас я расскажу более подробно о применении лобазника визолистного. Ну, вот у меня такой хороший пучок, насушенный, и у меня таких пучков дома, конечно, очень много. Храню я это все дело в коробке, потому что вот этот белый цвет, он очень легко облетает. И именно в цветах лобазника визолистного вы можете ощутить вот тот ванильно-медовый запах. Потому что, в общем-то, и именно там и содержится ванилин, и много других гликозитов, и флавоноидов. Но у лобазника целебны не только вершки. На самом деле, у лобазника целебное все. И лист, и цвет, и даже корень. Корни как раз копают по осени. Распространение лобазника настолько широкое, и запасы его такие огромные, что, в общем-то, можно его собирать безболезненно, очень много, на одном месте, буквально выкашивая поляны. Потому что у лобазника, вот они очень широко расползаются корни, и лобазник способен захватить все свободное пространство, которое только найдет, которое ему позволят. Лобазник неплохо садить в саду. Во-первых, он, в общем-то, мирится с полутенью. Во-вторых, легко размножается. Есть, конечно, декоративные культурные сорта. Есть там с красными цветами, есть с пестрой формой листьев. Ну, на самом деле, даже обычный, видовой, вот именно дикий, из леса привезенный лобазник, он способен на заднем фоне цветника взять такой акцент хороший. То есть это высокий куст, больше двух метров иногда может вырасти. И это сырье, сырье лекарственное. И сырье настолько ценное, особенно сейчас, когда, в общем-то, прошла, не прошла эта страшная эпидемия. Все поняли, и даже я, в общем-то, поняла один тонкий момент. Мы почему-то упускаем те растения, которые противовирусные, которые обладают сильным иммуностимулирующим эффектом. Вот у нас на слуху только одно – эхинацея. Вот она есть, настойка эхинацеи в аптеке. Это прекрасное растение, но есть много растений у нас в лесу в большом количестве. Просто можно, я не знаю, гектарами, там, тоннами собирать. И из него получается очень хорошее сырье. Лобазник визолистный – хороший иммуностимулятор. Он помощник во всех вирусных заболеваниях. И, кроме того, вот эта вот инфекция ковидная, она показала, насколько важно, когда у человека хорошая сердечно-сосудистая система, когда у него нет проблем. Когда у него нет проблем с повышенным этим тромбообразованием, загущением крови, потому что всем ковидным больным даже ставили там гепарин, давали еще что-то разжижающее. Но вот лобазник, если вы потрете каждый его листочек, вы услышите такой немножко камфорный медицинский запах. Это запах метилсалицатов, который содержится и в листьях, и в цветочках, и в корнях, во всех частях лобазника. И это природный аспирин. Причем природный аспирин, который никак не влияет на стенку желудка. Наоборот, лобазник даже лечит маленькие язвочки. Наоборот, даже снимает гастриты. И вот этот природный аспирин, он способен разжижать кровь. Причем он очень хорошо действует на эластичность сосудов. И так как это аспирин, он снимает воспаление с крупных суставов. То есть все ревматизмы, это все к лобазнику. Причем лобазник имеет одно очень приятное свойство, которое редко какая трава имеет. Мы все говорим, ой, вот экзотическое дерево, гингобелоба, оно растет только где-то на югах у нас, либо там в Италии. Но вот лобазник, и он прекрасное сосудистое средство. Его много. Никакой лист гинга здесь не сравнится. Он подносит кислород, он улучшает стенки сосудов, он их укрепляет изнутри, он не дает развиваться воспалением, он снимает головные боли тем самым. Мне писала подруга, что у мужа должна была быть в перспективе операция по шунтированию. И так как очередь была достаточно очень длинная, а не только из расчета того, чтобы дожить до той операции, пили очень много лобазника. С достаточно интересным способом. Это так называемое холодное заваривание. Когда вы сухой лобазник заливаете литром холодной воды на ночь. Обычной, чистой, хорошей, либо фильтрованной, либо средняка воды. И вот это холодное настаивание всю ночь, утром дает вам прекрасный напиток. Вы его можете пить холодным целый день. И вот простейшее применение лобазника в течение целого года позволило не просто отодвинуть эту операцию, а на данный момент муж чувствует себя очень хорошо. Поэтому применяйте такое простое сосудистое средство. Разжижайте свою кровь. И многие растения, о которых я рассказываю, я говорю, кровоостанавливающее свойство, кровоостанавливающее свойство может загущать кровь. Так вот, если вам то растение, которое может загущать кровь, необходимо принимать, то вы, допустим, утром пьете то растение, а днем, пожалуйста, лобазник, и он вот этот эффект, который вам не нужен, то есть кровоостанавливающий, он его смягчит. Поэтому иногда вот некоторые очень плохо переносят тот же самый кардиомагнил, плохо переносят гепарин. Там две схемы назначения вот кроворазжижающих. Есть один ряд аспириновый, есть гепариновый ряд. И как бы врачи пытаются все это дело комбинировать. Но, смотрите, лобазник можно применять, в общем-то, не опасаясь каких-то таких вот этих вот последствий. Единственное, единственное, его нельзя применять, если у вас вот прям яркое кровотечение, какие-то язвенные кровотечения. Ну, просто это увеличит кровотечение как таковое. Поэтому его нельзя, а во всех остальных случаях можно. Нельзя беременным, с осторожностью детям до 12 лет. И это все противопоказания, больше их нет. Причем есть сведения, что лобазник очень хорош спортсменам. Я объясню почему. Потому что лобазник адаптоген. Он адаптирует тебя к нагрузкам, к любым нагрузкам, физическим, психическим. А нам это сейчас очень сильно нужно. И у спортсменов повышаются их показатели в спорте. И повышается выносливость. И лобазник хорошо помогает при кислородном голодании. Ну, нет никакого такого растения, которое бы могло помочь, когда кислорода не хватает, сердечные мышцы, либо в мозговом кровообращении проблемы. Вот, пожалуйста, лобазник. Чтобы проиллюстрировать его противовирусные свойства, я могу вам сказать, есть очень простой рецепт от герпеса. Вот просто самый простейший. Он был очень в свое время популярный. Я не знаю, почему сейчас о нем забыли. Вы цветы лобазника берете и набиваете в любую баночку, которая имеет закручивающуюся крышечку. Вот так вот набили. Можно несколько листиков туда положить, не только верхушки. Вот вы набили доверху. И просто дальше уже доливаете обычно аптечную настойку календулу. Ну, либо свою настойку календулу, если она у вас есть. И то, что у вас в результате получается, очень хорошо справляется с герпесами. Прямо на начальной стадии все простуды убираются на губах. Весь этот опоясывающий лишай красный, то есть тоже герпес убирается. От герпесов я, конечно, использую очень часто живицу. Живица очень хорошо, опять же, справляется с герпесами. Ничего не мешает нам сделать масляную вытяжку именно живицы. Вот у меня, в частности, здесь живица на облепихе, всего-навсего 5%. Я в эту баночку добавлю, опять же, сухие цветы лобазника. И опять же я получу уже мазь, которую можно будет наносить на губы, как в профилактической, то есть они не будут обветривать. А вот спиртовой настойкой можно будет точечно прижигать какую-то такую герпесную язвочку. Либо вот эту всю сыпь локально мазать. Также и маслом можно сыпь обрабатывать. Поэтому это прекрасное средство от герпеса. Противовирусное. И, конечно же, оно справляется с вирусами простуды и гриппа, и другими вирусами. И как в профилактической точке зрения, так и в лечебной точке зрения вы можете использовать лобазник. Можете холодный настой делать, то есть на ночь налили холодной воды. Можете заливать это все дело, заваривать, как обычно. Я пью это целыми чайниками. Причем лобазник хорошо сочетается с душицей. Конечно, в свежем виде лобазник, он такой медовый. В сухом виде будет очень такой горьковатый настой. Но поверьте мне, это не противный горьковатый настой. Это настой хорошего такого травяного чая. А если добавили душицу или смородины, трио просто замечательное. А если еще лист малины, то вы вообще получаете мощный чай противовирусный с патагонными свойствами. Поэтому о лобазнике визолистном можно говорить часами. А тот же самый корень, который как раз приходит время именно осенью собирать, выкапывать только обязательно летом, выкопайте целый корень у лобазника. И посмотрите, как он выглядит, чтобы не спутать никакими с другими корнями. Корень делается спиртовые настойки, применяется при ревматических болях очень часто. Применяется просто как обезболивающее, вовнутрь обезболивающее. И поэтому применение лобазника широкое, даже шире, чем я сейчас рассказала. Но я хочу вам наполнить, что в борьбе с вирусами, это, наверное, главное наше сибирское растение, иммуностимулирующее, плюс поддержит сердечно-сосудистую систему. Но что еще нужно? В аптеках свободно можно купить. Можно купить у тех, кто собирает все лекарственные травы в интернет-магазине, заказывать обязательно. Сделайте запас себе на зиму.